Эпик фейл Короля Артура При участии Рика Мэйла, Мэтта Лукаса, Морвены Бэнкс и Фила Корнуэлла. Режиссер Эд Бигнелл. Поход на викингов. За свою славную историю стены замка короля Артура в Камелоте слышали немало. И боевые крики, черт, как больно, и звон мечей, и ликование гостей турниров. Но до сего дня эти стены никогда не слышали столь судьбоносных слов. Артур! Вы нужны мне! И король бросился к башне принцессы Гвеневры, желая узнать, чем же вызвана необходимость его немедленной явки. Разве это не очевидно? Она хочет выбрать день нашего бракосочетания. Ура! Наконец-то принцесса поняла, сколь трепетная и нежная душа у ее короля. А ну, прочь с дороги, грязные оборванцы! Дрожащая Гвеневра! Это я, король Артур, ваш возлюбленный! Готов выполнить любой ваш приказ. Можете вынести эту рухлядь, а? Не твой приказ. Где твоя госпожа? Что вообще происходит? Мы решили освежить интерьер, милорд. Полная реновация. И вы мне нужны... О, чудно! Я так этого ждал! Да. Кто-то должен забрать мой стол. Забрать ваш... Стол? Допустим. Заказала из Норвегии. Из Норвегии? Не слишком ли далеко? Если вам затруднительно... Нет, 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 ничуть не затруднительно. Просто я думал, стол можно сделать и тут. Не сказал бы, что мы живем на Безлесье. Но лес не норвежский. А норвежский сейчас самый модный. Да, но... Милорд желает поставить под сомнение мой дизайнерский вкус? Нет, нет, преступна даже мысль. Ваш король не остановится ни перед чем, чтобы добыть для своей желанной желанный ею стол. В Норвегию! Ура! Спуститься. Где же это? А! Чтобы спуститься, повторите... Ой! Эм... Что это было? А! Вниз немедля. Эм... Пожалуйста, пониже. Эм... Внизи рушку. Вниз, 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 Мерлин, у меня большая проблема. Ты нужен мне здесь. Живо спускайся. А, вот как значит. Живо спускайся. Мерлин, мне срочно нужно найти Норвегию. Я поклялся забрать там стол для Гвеневры. Попасть сюда вовсе не трудно, Ваше Величество. Но Норвегия тишит тёмными силами. И насколько же тёмными? Очень-очень тёмными, как чёрная чернющая чернота. В мешке, в гробу, ещё знаете где? В подвале. К тому же... Да-да-да, очень страшно. Я жду фактов, Мерлин. В Норвегии вас будут поджидать свирепые викинги, злобные тролли, ютые волки и норвежские менестрели. Боже, какой кошмар. Но будет опасность и пострашнее, милорд. Бешеные лемминги. Ай, те жёлтенькие и кислые? Ты уверен, что они бешеные? Не лимоны, милорд, а лемминги. Мелкие грызуны, которые бросаются с обрыва в море безо всякой причины. Не считая жизни в Норвегии. Как гласить старая норвежская поговорка? Ежели застрял среди обезумевших леммингов, научись сначала плавать, дружок. Да. Что-то мне вся эта эпопея уже не нравится, Мерлин. Наверное, скажу Гвиневре, что мне некогда. Тогда вы рискуете навлечь на себя её гнев. Подумайте, милорд. Гнев Гвиневры, тёмные силы. Да, гнев Гвиневры, тёмные силы. Ладно, убедил. Но мы возьмём Шварка. Он патролем спец. Отлично. Вы сказали, мы, сир? Да, Мерлин. Ни одному же мне отбиваться от тёмных сил. Засловно, милорд. Но тогда никто из рыцарей не должен узнать о вашем походе, дабы не разгорелась битва за пустой королевский трон. Это будет наш секрет. За мной, Мерлин. Мы едем в Норвегию. Мерлин, сейчас же опусти мой меч. Оп-ля. Хе-хе-хе. Вы простите. И вот Артур в компании Мерлина и своего верного слуги Шварка отправился на север в супер-секретный, страшно законспирированный поход. Внимание, внимание. Король Артур идёт войной на викингов. Город с радостью примет славного героя. К исходу дня Артур и его верные спутники достигли главного британского распутья. Юг-восток, север-запад. Восток? Запад? О! Что? Да как? Кто это сделал? Мы, мой господин. А, сэр Ланселот и сэр Кэй в компании сэра Борса и нашего друга, представителя восточных земель, сэра Мартина. Потрудитесь объяснить, почему вы чуть не затоптали своего короля. С тысячей извинений, милорд. Мы прибыли, чтобы, как и вы, биться с викингами. Биться с викингами? Хе-хе-хе. Что за вздор. Я здесь, э-э... Мерлин, зачем я здесь? У вас плановая встреча с народом. У меня плановая встреча с народом. Так что давайте развернулись и марш домой. Вперёд, Ату. Однако помощь нам не помешает, милорд. Да и рыцари будут под присмотром. Только ни слова про... Ну, вы поняли. Про стол. А, ну да, точно. Бог с ним, с народом. За мной разгромим викингов. Ты кто-нибудь захватил с собой лодку? Не я. Выскочил из головы. А я упаковал, но взять забыл. Там, внизу. Где внизу? Вон там. Господа, у нас будет лодка. Мерлин, мой восточный разговорник. Поблагодарим сэра Мартина на его языке. О, ты гад. Кхе-гэгу. Вам виднее, сэр. Слышал, Мерлин? Так легко завоевать в отношении. Вам виднее, сир. Мы и правда будем биться с викингами. О, не смеши меня, Мартин. Мы устроим так, чтобы они бились с королём. И желательно до смерти. А, и тогда, значит, корону наденет кто-то из нас. Почему все говорят шепотом? Мы единодушно полагаем, милорд, что вы должны первым ступить на борт корабля. Ну да. Что ж, нарекаю сей корабль именем короля. Никогда не видел таких жутких тварей. А тут, похоже, это норвежский боевой дракон. Спасите! Бедняга. Сдается мне, пришло время выбирать преемника. Мерлин, сделай что-нибудь. Сейчас, дайте подумать. Кошки черные, псы о двух головах. Нет, не то. А, вот, драконы норвежские. Чудо-дурманус дракона Аслабус. Славный король Артур со своим войском отплыл в сторону Норвегии. Но тут путников встретил легкий туман. Легкий туман? Да я ни черта не вижу. Как тут вообще ориентироваться? Вот вам и ответ, милорд. У норвежских драконов блестяще развита способность к навигации. Способность к чревовещанию у них тоже развита? Серхей? Да, милорд. На мачту. Это викинги. Это бриты. Это бритен. Милорд, это разволочая Эрика. Привет, Артур. Вонючая задница. Вонючка, Артур. Вонючая задница. Эй, слышишь, Артур, ты вонючка? Вонючка. На бордаж. На бордаж. Да. Взям-взям. Кули-потат. Кто-нибудь прихватил с собой лошадей? Отвянь, а? У нас тут наступление. С войском прибыл к нам Артур в крепости и силе. До чужих земель дошли, а коней забыли. Вот и викинги явились во главе их грим-гунар. Если грим-артура схватит, будет полный тарарам. Но старик-гунар не промах, знает, что где и почём. Дал коней он им за лодку и сгинул морда кирпичом. В общем, всё пошло на лад. Артур снова спас свой заряд. Три долгих ночи и не менее долгих дня вёл король Артур своих рыцарей по норвежским степям. До тех пор, пока не добрались они до горной лачуги, известного мастера плотницких дел Клова-Дощатика. Ну-с, милорд. Нападать будем? Нападать? Зачем нападать на плоти? Сперва милорду следует разведать военную обстановку. И помните, рыцари не знают, что мы приехали сюда за столом. Ах, да, военную обстановку. Сейчас же разведаю. Шварк, следи за порядком. Добреёб я жаловать в мастерской Клова-Дощатика. Что могу помочь? День добрый. Я хочу забрать стол, заказанный леди Гвиневрой. Вот, пожалуйста. Но он круглый. Она хотель круглый. И огромный? Она хотель огромный. Неужели она могла заказать такое? А? Берёж? Он деревянный? Она хотель деревянный. Твердо деревянный. Прекрасно. Тогда по рукам. Что скажете? Новое оружие викингов? Возможно. Что-то вроде гигантского плоского ядра. Остановите стол. Стол? Любопытно. Они вооружены гораздо лучше, чем мы предполагали. Это священный стол викингов. Если мы его поймаем, они сдадутся за мной. А, ну в таком случае... Болнеубедительник. Никогда бы не подумал. Теперь всё понятно. Какая жалость. Очередной король пал жертвой безумной столешницы. Ради бога, снимите с меня эту штуку. Чёрт повери. Прибыл к нам король Артур и рыцарь полтыщи. Сейчас откроется пред ними тёмных сил жилища. Я слышу голоса, сир. Это было предупреждение. Мы тоже слышим, Мэрлин. Нашли о чём предупреждать? По мне, так это совершенно нормальный... Лес. Никто не желает поучаствовать. А тролли? Это не совсем по моей части. Какие предложения? Может, их рассмешить? Мэрлин, отгони их. Шварг нам ещё понадобится. Как вам угодно, милорд. Да? Агенда Матату Тролло Абисдвигату. Безупречно, Мэрлин. Ой, простите. Мэрлин, ты не мог бы пояснить это своё? Ой, простите. Я бы не хотел, сир, но боюсь, последствия не заставят себя ждать. Фу, это, наверное, больно. Господа, не в моих правилах сеять панику и отчаяние, но, по-моему, сейчас самое время убираться отсюда! Налево. Направо. Налево. Да что же это такое? О, нет! Они что, издеваются, что ли? Мы споём вам об Артуре, нет печальнее баллад. Скоро встретит он кончину, ведь пред носом водопад. Что? Водопад? Вы уверены? На помощь! Кто-нибудь из вас умеет плавать? Нет, я не умею. Если бы знал, взял бы своего надувного утёнка. Что? Плавать? Нет, нет, в этом я не силён. Что ж, увы, но мы ничего не можем поделать. Как это ни прискорбно, но король погибнет. Но, к счастью, я готов взвалить на себя время правления. Есть одно заклинание. Нет уж, увольте. Нам хватило и вашего тролля. Сделайте же что-нибудь! Ну, теперь хотя бы вас слушать не придётся. Мерлин, когда я стану королём, я сварю тебя в кипящем котле. А когда я стану королём, вздёрну тебя на дыме, выпотрошу и четвертую. А когда я стану королём... Ой, погодите-ка, ведь я и так король. Притом мудрейший и светлейший, ваше величество. Учитывая альтернативы. Этот вроде больше. Или тот же самый? Боюсь, тот же самый. Ага. И он ещё малость подрастёт. А насчёт кипящего котла, Мерлин, надо будет поразмыслить. В лес! В лес! Из лесу! Из лесу! Из лесу! Из лесу! Из лесу! Сюда! Из лесу! Туда! Так, в другую сторону. Ну, всё, приплыли. Лютые волки, гигантские тролли и обрыв над фьордом. Что может быть хуже? Помните мудрую поговорку про бешеных леммингов? Да. Так вот, а вторая ещё мудрее. Если лемминг спит, пуст спит. Стоять! Очень осторожно спешиваемся. И так же осторожно уносим отсюда ноги. Слава богу, оторвались от этого тролля. И от волков. Боюсь вас разочаровывать, господа, но... Быстро, но осторожно. Стойте, милорд! Спокойно. Это всего лишь камень. Видишь? Гляньте-ка, стол принцессы Гвеневры. Хвала небесам, я его нашёл. Будь проклята, это Норвегия. Волки, лемминги, менестрели. Не страна, а дурдом. Соглашусь, милорд. И будет довольно странно, если мы больше не увидим этого гадского тролля. А можно в следующий раз не каркать? Кто посмел потревожить мой полуденный сон? Мои верные рыцари, благодарю вас за преданность. Вы свободны? Ступайте. О, это вы, милорд. Да, алмаз моей души. Это я, Артур, король Артур. Я вернулся из страны викингов и привёз стол вашей мечты. А-а-а! Но я заказывала не такой. Этот слишком большой и круглый. Кто в здравом уме станет заказывать круглый стол? Но я... Геневра. Ради этого обрубка я сразился с полчищами тёмных сил. По-вашему мне доставит радость стол, который не отражает мою индивидуальность? Нет-нет-нет, конечно нет, моя дорогая. И я, я попробую вернуть. Правда, это было бы очень любезно. А-а-а! 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 А-а-а-а! Снимите с меня эту штуку! О! Именно так рыцарь короля Артура стали легендарными рыцарями круглого стола. А-а-а! Рыцарей круглого стола! За рыцарей круглого стола! За рыцарей круглого стола! А-а-а! А-а-ау! А-а-а! Чёрт побери! Он забыл взять ножки. Что задумала Юки? Демонстрируя великолепное владение мечом, она бросается вперед!